Всем привет, ребят! Сегодня начинает день с установки новой доски. Я не стал снимать отдельный сетап, потому что у меня будет не Christmas комплис, где все новое. Я просто решил поменять деку и хочу поменять колеса. Но, кстати, неизвестно, колеса с подшипниками, но неизвестно, выйдет ли у меня это. Потому что на моих подвесках, на краксах уже сбилась кое-где резьба. И нужно либо ключ, который нарезает резьбу новую, либо попробую, конечно, открутить, но не знаю, что из этого получится. Поэтому снимать, как я ее собираю, не буду, потому что я сейчас буду там все откручивать и, наверное, буду весь мокрый, грязный. Но хотел вам просто показать, что я в этот раз буду ставить. Эта коллекция еще 2019 года, но вышла она чуть позже, чем основная. То есть это была, типа, летняя такая лимитированная серия, как-то она называлась Саншип или что-то типа того. Офигенная графика. Покупал я ее в Москве. Кстати, так влог оттуда, блин, не смонтировал. Покупал продвижение за полную стоимость. Мне очень нравится конкеевый футворк, поэтому, в принципе, я рад, что буду кататься на футворке. Несмотря на то, что предыдущая доска у меня была буржуйская. Но все-таки вот футворк мне нравится, в общем-то. Так, дальше, что у нас про футворк я сказал. Шкурку наклеим с вами вот такую вот гризли грипптейп. Вот это вот медведь здесь. Вот этот медведь здесь отклеивается. И, в общем-то, тут будет видна вот эта вот желтая сторона доски. И, кстати, единственная у меня эта шкурка, она, типа, для регуляр. Поэтому она была со скидкой, но я думаю, ладно, без разницы. Поэтому у меня медведь, наверное, будет кверху ногами, но ничего страшного. Кстати, еще хотел сказать, что я не очень-то люблю шкурки гризли, потому что они больше на такой бумажной основе. И часто они просто с самого начала уже начинают кусками отрываться. Я не знаю, по мне, так какие-нибудь джизы, которые на резиновом столе намного лучше. Но, как бы у меня выбора нет. Это последняя шкурка, которая у меня осталась. Она еще покупалась в сердоме. Стоила тогда, я не помню, рублей на 400 еще с бесплатной доставки. Были времена. Молодцы, кстати, кто заказывал в сердоме, кто успел. Ну, а сейчас уже, конечно, доставка там не радует. Так, дальше будем ставить колеса. Колеса у меня с... Ну, в принципе, что я все это беру? Колеса у меня с Алиэкспресса. Это 52 миллиметра Геол. Да, ну, в принципе, обыкновенные. Такие же, как у меня и были постоянно. Немножко опять вот они пожелтевшие. Но кататься это не мешает. Поэтому я считаю, что лучше менять колеса чаще, чем покупать одни какие-нибудь супермажористые и рассекать на них до того, пока они станут квадратными. Ну, в общем-то, про колеса ничего больше сказать не могу. Покупал я их тоже с каким-то диким купоном. Не помню, сколько они стоили. Рублей, наверное, 400. Я на них отдал. Вот. И подшипники. Вот, кстати, будет интересно проверить подшипники, потому что у меня китайские. Вот прям не то чтобы я покупал в Китае, а прям китайского бренда. Называется он CoolStep. АБЭК-11, причем здесь написано. Хоть такой маркировки, по-моему, уже и не существует. Ну, хотя я не знаю, я могу ошибаться. Вполне возможно, уже в 2020 году она и есть. Но, скорее всего, я думаю, что по... Ну, так вот, чисто по ощущениям, как они крутятся, но это какой-нибудь АБЭК-5, ну, 7, дай бог. Вот. Поэтому вот подшипники будет интересно затестить и посмотреть, как они себя поведут, потому что стоили они рублей 600, по-моему, но за две пары. Наверное, я пойду сейчас собирать, так что не переключайтесь. Сегодня уже следующий день. Я собрал вчера доску. Кстати говоря, довольно-таки неплохо у меня раскрутились все эти гайки. Судя по всему, они уже заново все сбились и накрутилась там новая резьба. Подшипники в колеса вставились тоже вообще легко. Видимо, я собрал наконец-то Coco Combo. Когда я заказал и колеса из Китая, и подшипники из Китая, то у меня обычно подшипники были какие-нибудь мажористые, фирмовые, и они нифига не вставлялись в эти колеса. Мне их приходилось разогревать то в микроволновке, то еще где-то. Так что это как существует шутка. Если купить автомобиль китайский, то можно будет заказывать оригинальные запчасти на Алиэкспрессе. Вот это то же самое. Ну, значит, что по доске. У меня Footwork, восьмерка прошлого года, 19-го Sunship, по-моему, доска называется. Шкурка Grizzly Grip Tape вот с этим вот медведем. Не помню, как-то он там называется. Вообще, конечно, шумно. Я надеюсь, что вы меня слышите. Шкурка Grizzly Grip Tape, кстати, по ощущениям, она немножко отличается от моей предыдущей Diamond, хотя Diamond и Grizzly, они вообще, по сути, это одна и та же шкурка. Она делается на одном и том же заводе, по-моему, по одним и тем же всем технологиям. Но, по-моему, она вот немножко другая. Ну, посмотрим, как бы, в катании. Так, про досказал, подвески у меня те же самые. Krak, Snorra Vesconcelos, по-моему, Pro-модель, колеса Geo 52 мм и китайские подшипники ABEC 11. Вот. Ну все, я пошел тестить, поэтому давайте. Давайте. Как обычно, мне не везет свет. На самом деле, вот этот комплит... Я забыл, что хотел сказать. Ладно, сейчас я вас переделаю. Я просто шкрибоват. На самом деле, вот это сочетание самое лучшее, когда у тебя новая дека и новые колеса с подшипниками. Потому что не приходится привыкать к подвескам. Вот к подвескам я вообще терпеть не могу привыкать, потому что для того, чтобы подошли мне бушинги, это, я не знаю, прям должны быть супер просто подвески. Ладно, пока. В общем-то, я сейчас еще дома вам расскажу про те запчасти, которые я поменял. Это доска Sovereign и колеса и подшипники. Ну и, в принципе, пара слов о моей предыдущей доске Sovereign Skateboards. Выглядит она на сегодняшний день вот так вот. Не знаю, как оно там видно или нет. Я думаю, что все прекрасно видно. Ну, в принципе, я могу словами сказать, что с ней ничего не произошло, как и обычная, это обычная деревянная доска. Ну, заговнился она, наверное, быстрее обычного, потому что она все-таки была белая. К этому я был готов. А так, в целом, опять же, никакие куски от нее. Мне в последнее время везет, что у меня, кстати, на досках не отваливаются никакие куски, потому что раньше от ноуза у меня постоянно отлетали такие слои доски. Ну, сейчас вот все в порядке. По сути, это... В общем-то, я не знаю, что сказать. Это обычная доска. У нее обычный щелчок. Просто обычная доска без всяких технологий, поэтому, если вы увидите где-то в скейтшопах такие доски за адекватную цену, то смело можете покупать. Могу ее вам рекомендовать. Ну, и про шкурку тоже могу сказать, что это абсолютно обычная шкурка. Diamond Supply Co. Думал, что может отлетать кусками, как Grizzly Grip Tape, но нет, видимо, они как-то там поправили немножко свою технологию, и все было в полном порядке. Не помню, говорил я это или нет, или снимал или нет. Ну, в общем-то, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки или дизлайки, если кому-то не понравилось. Пишите комментарии. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!